Импульсивная и динамичная Анна постоянно пребывает в движении. Она и в творчестве, и в повседневной жизни полна сил и энергии. Даже к нам навстречу приехала на велосипеде, что еще раз подчеркнуло ее активную жизненную позицию. Заниматься электронным творчеством Анна начала около шести лет назад. Но рисовать, как признается сама девушка, раньше, чем говорить. Рисунок на стене сектора – это очередной плод фантазии иллюстратора. Я ее сначала рисую в электронном варианте, потом через проектор мы переносим изображение на стену, я карандашом обвожу и потом красками уже делаю полностью работу. Не надо путать, что электронное искусство – это чем-то хуже, чем такое искусство настоящими материалами. То есть это журнальные иллюстрации, иллюстрации для веб-ресурсов. Ну, все, что связано с интернетом, там все это дело очень востребовано. Ну, то есть человек, который в принципе не умеет рисовать, он ничего не сделает там и в электронном варианте. В этот раз образы рождались из ассоциаций на слово «библиотека». Иллюстрация насыщена множеством элементов, поэтому композиция получилась довольно содержательной. Девушка потратила на нее 10 часов. Все, что приходит в голову, на самом деле, это беспроигрышный вариант, потому что люди уже обо всем написали, и еще обо всем об этом еще раз напишут, и много раз напишут. Поэтому здесь можно было вставлять абсолютно любые вещи, которые тебе нравятся, и они будут беспроигрышные, и абсолютно будут сочетаемые и в контексте литературы и книг. Пригласили Анну, попросили ее, чтобы она сделала для нас такой проект замечательный, вот. И чтобы это стало не просто какой-то изюминкой для нашего сектора, а какой-то изюминкой вообще для библиотеки, для молодежи непосредственно, чтобы она ассоциировала библиотеку с чем-то новым, и чтобы впоследствии даже вот такой проект, такая инсталляция, это стало нашей визитной карточкой. Рисунок на стене – это своеобразный вызов устаревшим стереотипам о том, что библиотека должна выглядеть консервативно. Время диктует новые правила, она должна быть интересной, а новый зал, предназначенный для электронного чтения, обязательно обратит на себя внимание и тем самым привлечет постоянных считателей.